Мы продолжаем изучать второе послание к Тимофею, мы остановились в третьей главе и разобрали стихи, которые отрезляют нас. Это предупреждение о том, что будет происходить по мере приближения, возвращения Иисуса Христа. И предупреждая, Павел говорит не только о том, что будет происходить в мире, конечно, все это будет происходить в мире, но он говорит о том, что будет происходить в церкви. Будь осторожен, Тимофей, это будет в твоей церкви. И Павел приводит около 20 характеристик, описывающих людей, которые будут в церкви в последние дни, обмануты лжеучителями. И Павел пишет Тимофею, «Знай об этом, и зная об этом, готовься к этому». И остановились мы на 9 стихе 3 главы. Из стихи, которые мы сегодня будем разбирать, я бы озаглавил так, «достоинство христианина». Слово «достоинство» на английском языке имеет значение «целостности», «полноты». Позвольте привести вам два примера. Это как корабль, в днище которого нет ни одной трещины. И вот представьте, огромный, красивый лайнер, обшитый металлом, плывет через океан, и он не потонет, потому что в его днище нет ни одной трещины. Я буду лететь домой на самолете, и я надеюсь, что фюзеляж у самолета будет целый, и надеюсь, что в нем не будет трещин, потому что разница в давлении на такой высоте будет настолько огромной, что самолет может взорваться, если есть в нем трещины. Целостность. Когда я думаю о достоинстве, я думаю о том, как люди одеваются, особенно женщины, в которых особенно развита изысканность, чувство красоты, чтобы все соответствовало, шарфик, юбки, сумочка и туфли, то, как вы укладываете волосы, все это должно гармонично соответствовать, должна быть целостность. Но давайте посмотрим, как это проявляется в христианской жизни. Павел призывает Тимофея быть достойным христианином, и это достоинство должно проявляться в том, как он живет, и как он служит в церквах Ефесии и вокруг этого города. Но проблема в том, что Тимофей живет в эпоху, которая очень похожа на нашу, сегодняшнюю, когда внешний облик был важнее внутреннего содержания. И что же нам делать в культуре, в которой внешний облик, внешность, важнее, чем сердце, чем внутренняя красота? И Павел призывает Тимофея взглянуть на сердце, призывает его сохранять достоинство, порядочность. Вы можете посмотреть на жизнь апостола Павла, он в тюрьме. И если верить преданию, то тюрьма, в которой он находился, находилась не над землей, а на два этажа под землей. Он находился в цистерне, и вместе с ним там находилось около 30 преступников. Там было холодно, сыро, темно. Он скован цепями, и вот в этом состоянии он пытается писать послание. И, оглядываясь на свою жизнь, жизнь во Христе, Павел понимает, что он не был совершенным, но он сохранил достоинство. Давайте посмотрим, где находится Тимофей. Тимофей несет служение в Эфесе. Он учитель, очень одаренный учитель. Он переживает. Он немного застенчив, немного пассивен. И он руководит в церкви, где проблема с достоинством. И в этой церкви много проблем. Есть проблема в этой сфере и в этой сфере. И Тимофею приходится справляться со всем этим. И вот при этом очень важно сохранять достоинство, целостность, порядочность. И апостол Павел, когда пишет стихи с 10 по 17, дает Тимофею очень конкретные наставления, следование которым поможет Тимофею сохранить достоинство в своем служении. И теперь давайте прочитаем вместе из 3 главы послания к Тимофею, стихи с 10 по 17. 2 Тимофея, 3 глава, стихи с 10 по 17. «А Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпений, в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохе, иконе, листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Ты пребывай в том, чему научен, и что Тебе верено, зная, кем Ты научен. Притом же Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить Тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Небольшое замечание, стихи 16-17 учат в воскресной школе практически все дети, которые приходят в церковь, потому что в них идет речь о роли писания. Но мы к этому еще вернемся. Мы говорим с вами о достоинстве, но как его писать? И в первую очередь Павел призывает Тимофея сделать следующее, посмотреть на его пример. Павел не хвалится, он не говорит, что он совершен, но он говорит, «Тимофей, если ты посмотришь на мою жизнь, следование за Христом, то ты увидишь, что в ней есть достоинство». И если можно было бы суммировать в одном предложении все, что мы сейчас будем читать, я бы сделал это так. Вырастет то, что вы сеете. И то, что вырастет, зависит от того, что вы сеете и как вы это культивируете. Вырастет лишь то, что вы сеете. Но если вы не будете надлежащим образом культивировать, то то, что вы сеете, не вырастет. Вот такой пример. Мне нравится есть чипсы и запивать их Кока-Колой. Но если бы я питался в своей жизни одними лишь чипсами и запивал их лишь Кока-Колой, то я не был бы здоровым человеком. У меня были бы проблемы с сердцем, с лишним весом. И поэтому я стараюсь питаться здоровой пищей. Я пью воду. У меня здесь вот вода в стакане. Я люблю фрукты, овощи. У нас есть огород за домом, и когда я вернусь, будем собирать урожай. Фасоль, морковка, кукуруза. И мы в семье любим овощи. Понимаете, можно есть что угодно и все равно вырасти, но от качества пищи зависит качество роста. И Павел призывает Тимофея посмотреть на его жизнь, на его рост. Павел дает понять Тимофею, что он сам старался питаться здоровой пищей. Вот посмотрите, он приводит характеристики. Он приводит целый перечень, которые можно разбить на несколько групп. И вот первые три. Мое учение, мою жизнь и мое расположение. Он пишет, «Посмотри, как я жил». Мы на этом курсе повторяли вновь и вновь. Вера определяет поведение. Тимофей, смотря на мое поведение, ты можешь понять, во что я верю. Ты знаешь, как я живу. Ты знаешь, чему я учу. Ты слышал, что я говорю. Ты знаешь, какие цели у меня в жизни. Вот по мере того, как вы посещали этот класс, или смотрели его по видео, вы слышали, чему я учу, но у вас не было возможности понаблюдать за моей жизнью. Вы не знаете, что я делаю в то время, когда я не здесь, за этим столом. Но если бы мы с вами провели вместе две недели и проводили вместе все свое свободное время, после занятий, до занятий, вместе бы обедали, ужинали, жили бы вместе, вы бы увидели, соответствует ли то, чему я учу, тому, как я живу. Вы бы сказали, «О, ну знаете, он в классе говорил об этом, но вот когда мы наблюдали за ним, когда гуляли по городу и посещали разных людей, он поступал совсем наоборот. Брюс, ты потерял свое достоинство». И Павел призывает Тимофея посмотреть на его жизнь, на его учения, на его цели в жизни, и посмотрите, что он пишет дальше. «Мою веру, великодушие, любовь и терпение». Слово, переведенное как «вера», может означать доверие, надежность, терпение. Мне даже нужно объяснять вам, что это значит. Это способность быть стойким, сохранять хладнокровие, не взрываться, когда происходит что-то плохое. Кто-то сказал об этом так. Это способность выносить что-то длительное время. Любовь. И здесь используется слово «агапе», жертвенная любовь. Опять же, терпение, способность быть стойким. На предыдущих занятиях мы приводили пример бегуна, участвующего в марафоне, и говорили о том, что на 20-й миле наступает самый тяжелый момент, когда так хочется остановиться. Но бегун повторяет себе, «Я тренировался, и я буду бежать дальше». Это выносливость. «Тимофей, ты видел это во мне? Ты наблюдал за мной? Ты знаешь, что я сохранил достоинство». Но когда мы подходим к 11-му стиху, то понимаем, вот где действительно тяжело. В 11-м стихе мы читаем, «В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохе, иконе, листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Если вы хотите кого-то узнать по-настоящему, то посмотрите на то, как они ведут себя в трудностях. Когда парень ухаживает за девушкой, как когда-то и ухаживал за своей женой много лет назад, то он приглашает ее на свидание. И у нас в Америке свидание – очень важное событие в жизни молодых людей. Девушка одевает лучшее платье, не забывает про духи, молодой человек выглаживает свою одежду, он заезжает за ней на машине или приходит за ней, и они идут куда-то ужинать. Но как молодой человек, так и девушка пытаются показать себя с лучшей стороны. И перед расставанием они говорят друг другу, «Это был замечательный вечер, может, еще раз увидимся». Да, конечно, было бы здорово. Но они не узнают друг друга по-настоящему, пока они переживут вместе какой-то кризис. Когда молодой человек или молодая девушка будут проходить через трудности, вот тогда можно увидеть характер, тогда можно увидеть достоинство. И Павел пишет Тимофею, «Ты знаешь, что происходило со мной в этих трех городах». Один из этих трех городов – это тот город, в котором родился Тимофей, это город Листра. Два других города, Антиохия и Икония, находились недалеко от Листра, от родного города Тимофея. Я не буду рассказывать вам всех подробностей, но позвольте кратко описать, что произошло с Павлом в каждом из этих трех городов. Давайте начнем с Антиохии. Павел проповедовал там, он получил хороший отклик, но некоторые иудеи начали завидовать, и они настроили против Павла влиятельных женщин и мужчин, и в итоге Павлу пришлось уйти из города. Тимофей, ты помнишь об этом? Затем Павел упоминает город в нескольких милях на восток, Иконию. Павел проповедует, иудеи и язычники приходят к спасению, Евангелие распространяется, люди спасаются, все замечательно. Однако, город разделился из-за Павла, и даже появился заговор, чтобы побить Павла камнями, убить его, но Павел успел бежать из города. Тимофей, ты помнишь об этом? И у нас создается впечатление, что практически из каждого города, где проповедовал Павел, ему пришлось бежать. То же произошло в Листре. Нечто великое. Это город, где вырос Тимофей. К Павлу подошел он некий хромой. Павел исцелил его, и люди вместо того, чтобы прославить Бога, стали прославлять Павла. Они обратились к Павлу и сказали, «Ты Бог, мы будем поклоняться Тебе». Павел говорит, «Нет, нет, нет, пожалуйста, не поклоняйтесь мне, но вместо этого поклонитесь и прославьте Бога, давшего мне силу совершить это». И после этого произошло вот что. Люди из тех городов, из которых ему пришлось бежать, пришли и возмутили людей против него. И на этот раз они на самом деле побили к Павла камнями. Несколько месяцев назад я смотрел фильм, и там была сцена побивания камнями. Побивали женщину. Это ужасно. Это отвратительно. Какие-то фрагменты я был не в силах смотреть. Что делают? Завязывают руки человека сзади, выкапывают яму в земле и закапывают в земле по пояс. Получается так, что человек не может двигаться, и руки его сзади завязаны. И вот в этом фильме было показано, как побивали камнями, кидали камни, и человек не мог двигаться. Ужасно. Кошмар. И в городе Листра именно это проделали с Павлом. И люди были уверены, что убили Павла. В книге Деяния мы читаем о том, что люди подумали, что он мертв, вытащили его из земли и выбросили за город. И оставили его там. И знаете, что произошло? Он встал. И он пошел не в другой город. Он вернулся в тот же самый город. Вы можете себе представить недоумение на лицах людей, когда увидели Павла, входящего в город? Он же был мертв. Мы убили его. Он был весь в крови. Он был весь избит. Но он жив. И Павел пишет, Тимофей, смотря на мою жизнь, ты знаешь о том, что произошло в каждом из этих городов. Он пишет, я вынес. Он пишет, и это ключ. И от всех избавил меня Господь. Тимофей, Господь еще не закончил. Эти люди подумали, что они могут убить меня, могут побить меня камнями, выкинуть за город. Но у Бога были планы насчет меня. И Господь избавил меня. Я перенес все благодаря силе, которую дарует мне Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Это произойдет. Если вы посмотрите на свою жизнь, следование за Иисусом Христом, или вы лишь недавно стали христианином, ну, может, вы знаете кого-то, кто страдал за веру, но при этом сохранил достоинство. Мне вспоминаются разные люди в моей жизни. Будучи подростком, я был в христианском лагере, и директора этого лагеря звали Стэн. У него раньше было свое ранчо, и потом Бог призвал его на служение, но он все еще носил старую ковбойскую шляпу. Но он был чудесным человеком, человеком огромной, глубокой веры. У них никогда не было много денег, но они с женой воспитывали детей. Но он всегда был очень доброжелательным человеком. И он был моим наставником, примером для меня, примером удивительной благодати во времена невероятных сложностей. Я вспоминаю своего тренера по баскетболу в колледже. Когда я учился в школе, наш тренер был взрывной, он постоянно кричал на нас, давил на нас, он не был верующим. Но когда я поступил в колледж, это был библейский колледж, у нас был верующий тренер. Он был достаточно спокоен. Если он гневался, он давал понять, что он гневается, и что он ожидает твоего изменения. Но он обладал очень сильным характером. Мы ездили в совместные поездки, далекие города, и у нас было время пообщаться, когда мы ехали в автобусе. Я видел характер этого человека, его глубину. Его жизнь не была простой. Он не был богатым, но он обладал достоинством. И Павел, по сути, писал Тимофею, «Тимофей, ты можешь посмотреть на мою жизнь. Она несовершенна, но я сохранил достоинство». Вот можно задать вам вопрос, «А знаете вы, людей вокруг вас, о которых вы можете сказать, они имеют достоинство? Они цельная личность, они порядочные. Они представляют собой такой пример, за которым можно следовать». И нам нужны такие примеры, потому что в 12 стихе апостол Павел пишет, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». У кого-то из вас, я думаю, есть родственники, которые были гонимы за веру. Может быть, в этой стране, может, в другой стране, может, вы слышали историю, может быть, через интернеты, сейчас очень много можно прочитать в интернете о том, как кто-то пострадал за веру. Даже в Америке становится все труднее и труднее жить по-христиански. Очень многие говорят, «Ну, знаете, христианство, это может быть хорошо для вас, но это такая блеклая жизнь, поэтому, христиане, пожалуйста, не приставайте». И все больше и больше ограничений накладывается на христиан. Конечно, до настоящих гонений, которые многие из вас или из ваших родственников пережили, еще далеко. Но помните, что враг будет стараться, чтобы усложнить жизнь христиан. В 13 стихе Павел пишет такие слова, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Будь готов к этому. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Но Господь, Господь, ты не понимаешь, не понимаешь того давления, с которым я сталкиваюсь, что происходит в школе, что происходит дома, на работе. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Победа в этой битве уже одержана. Война, по сути, закончилась, и нам каждый день нужно сражаться той силой, которую дает нам Иисус Христос. Я вспоминаю слова Иисуса. «В мире будете иметь скорбь». Вы будете иметь скорбь. «Но мужайтесь, я победил мир». Знаете, будучи маленьким ребенком, я сразу вспоминаю нашу Сашу. Она называет меня супергероем, потому что в ее глазах я сильный, я большой, и могу победить ее злых братьев. И всякий раз, когда ее братья начинают к ней приставать, она говорит, «Папа, мой супергерой, ты нужен мне». И я отвечаю, «Я сейчас приду и спасу тебя, потому что я большой, я сильный, и я помогу тебе». Иисус Христос говорит нечто подобное, конечно, не такими словами. Он говорит, «Когда появятся проблемы, станет трудно». Он говорит, «Я супергерой, я победил сатану, я победил смерть. Вы можете доверять мне, можете сохранять достоинство». Мы уже говорили в начале, «Что посеешь, то и пожнешь». Сеем ли мы Слово Божье, чтобы оно произрастало? Но и то, как мы культивируем свой посев, определяет, насколько качественный будет урожай. Питаемся ли мы здоровой, духовной пищей, чтобы стать зрелым и духовным христианином? Далее, стихи с 14 по 17 я бы заглавил таким словом «подготовка». Зная о том, что трудности придут, зная о том, каким примером для нас был Павел, что нам делать, чтобы подготовиться, что должен был делать Тимофей, чтобы быть готовым. И вот что Павел пишет, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Другими словами, Павел пишет, «Послушай, Тимофей, когда ты еще был маленьким, твоя мама, твоя бабушка, благочестивые женщины научали тебя из Писания». У них были Писания Ветхого Завета, и они учили Тимофея, и учили хорошо. Павел пишет, «Ты знаешь это». И Тимофей, Павел пишет, «Встретившись со мной, ты услышал много евангельских историй, ты наблюдал за мной, когда мы основывали церкви, когда мы делились с людьми о Иисусе Христе, Тимофей, продолжай». Тимофей, ты на правильном пути, оставайся на этом пути, не уклоняйся в сторону, следуй за мной, и ты будешь готов». Павел пишет, «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя». И знаете, этот стих так актуален для нас сегодня. Я бы мог обратиться к родителям и сказать, «Пожалуйста, научайте своих детей истине об Иисусе Христе». Я мог бы обратиться к дедушкам и бабушкам и сказать, «Посмотрите, бабушка Тимофея сыграла такую важную роль, а что вы делаете, чтобы возрастить веру в своих внуках?» Я бы мог говорить о Слове Божьем, насколько оно важно для нашего спасения, для нашей жизни, и это важная тема. Я бы мог призывать вас, как Павел, не сдаваться, не уклоняться. Так много тем здесь поднимает апостол Павел. Но у нас не так много времени, поэтому я выберу одну тему. Слово Божье в центре того, кем мы являемся и во что мы верим. И Павел пишет в 16 стихе, «Все Писание Богудухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Те люди, которые встречаются на вашем пути, сейчас или через год, или через 10 лет, что нужно им, чтобы быть готовыми к тому, что происходит в мире, что происходит в их культуре, обществе. Ответы здесь. Но вы скажете, здесь ничего не написано о Курске, ничего не написано о Северной Дакоте. Но знаете, здесь записаны принципы, которые актуальны для того, что происходит в вашей жизни, в вашем мире. Принципы нахождения решений здесь, в этой книге. И Павел пишет, «Тимофей, вот что тебе нужно знать об этой книге». Она полезна, Тимофея. Она богодухновенна. Здесь мы находим слово «богодухновенность». Все описание, все 66 книг, не все 66 книг еще были включены в канон, в момент написания этого стиха. Но когда формировался канон на протяжении последующих лет, то к концу первого века уже было понимание, какие книги богодухновенны. Содержание этих книг даровано Богом, людям, авторам. Эти книги написаны сорока разными авторами, разными личностями, но мы верим, что это Божье Слово. И Павел пишет, «Оно полезно. Оно полезно для научения. Вы можете делиться им с другими людьми. Оно полезно для исправления, для наставления в праведности». Один автор, размышляя над этим стихом, сказал так, и мне нравится, как он сказал. Я процитирую его. «Научение — это знать, как правильно. Обличение — это знать, что неправильно. Исправление — это знать, как изменить с неправильного на правильное. А наставление — это знать, как оставаться правильным». Мне нравится это. «Научение — покажи мне, как правильно. Обличение — покажи, что неправильно. Исправление, как измениться, если я был неправ И наставление, как оставаться в праведности, потому что я хочу оставаться в праведности Если вы спортсмен и готовитесь к выступлению, то тренер вам говорит Вот вы это должны делать, чтобы достичь максимальной скорости, максимальной выносливости И тренировки крайне важны, важно следовать инструкциям тренера Необходимо донести до людей вот что Нельзя жить здоровой христианской жизнью без этой книги Это не значит, что у вас должны быть все страницы Библии Потому что есть страны, в которых каждая страница настолько ценна Так как у них трудно достать Библию, потому что она вне закона Но вот что я хочу сказать Истина этой книги Без нее нельзя быть здоровым христианином В этой книге вы найдете истину В этой книге вы найдете свет В этой книге вы найдете жизнь Вы найдете будущее Вы узнаете о прошлом Вы узнаете о кресте Иисуса Христа Вы узнаете так много Необходимо воспринимать это как Божье послание к нам Когда мы с Труди встречались много лет назад Мы писали друг другу письма Я знаю, что сегодня люди пишут смс-ки, е-мейлы Может, скоро и е-мейл уже останется в прошлом Но много лет тому назад, когда мы встречались до свадьбы Мы писали друг другу письма И какое-то время тому назад я убирал у себя в шкафу И нашел стопку писем и открыток, которые Труди прислала мне И я стал просматривать их И слова вновь коснулись меня И я вспомнил, как здорово было Мы были влюблены друг в друга И слова писались с особой нежностью Это было так замечательно Но с годами произошло вот что И это нечто хорошее Вначале нас перенаполняли эмоции, чувства То с годами, может быть, чувства изменились Но появилась глубина в отношениях И когда сейчас Труди пишет мне е-мейл Или когда мы просто беседуем вместе Наши отношения настолько глубокие Знаете, когда мы встречались, наши разговоры были поверхностные Но сейчас, будучи женат, у нас такие отношения, что мы можем говорить вот на такой глубине Говорить о наших детях, о нашем обществе, о нашем браке Глубина ее веры И та вера, которой я достиг на протяжении лет Позволяет так обогатить наши отношения Они изначально были замечательными Но сейчас они стали глубже И Павел пишет Тимофею И пишет каждому из нас сегодня Глубина наших отношений, которые можем достичь с Иисусом Христом В результате научения из этой книги Может увеличиться с течением лет Я думаю, о стихах Писания, которые так много значили для меня На протяжении многих лет Иногда я записываю их, иногда я молюсь ими Я вспоминаю стихи, записанные в книге Иеремии Я знаю, что есть слова, сказанные народу Израиля Но я читаю их, как если бы это были Божьи слова, сказанные мне Бог говорит Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас Говорит Господь Намерение во благо, а не на зло Чтобы дать вам будущность и надежду И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас И взыщете меня, и найдете Если взыщете меня всем сердцем вашим Да, Бог сказал это народу Израиля Но я думаю, а не говорит ли Бог то же самое сегодня мне? Ищи меня Ищи меня Я хочу, чтобы ты нашел меня Я вспоминаю историю Знаете, когда наши дети были маленькие, мы часто играли в прятки Я думаю, в каждой стране есть игра в прятки Когда один ребенок прячется, а другой закрывает ладошями руки Считает до десяти, может быть до ста А потом говорит, я иду тебя искать И что происходит? Если я прячусь И так как я взрослый И может быть немного умнее, чем наши маленькие дети Я могу так спрятаться, что они никогда меня не найдут У нас в доме есть два этажа И допустим, дети ищут в зале на первом этаже Я тихонечко поднимаюсь по лестнице на второй этаж Захожу в спальню, и там у нас есть шкаф, и двери закрываются Я захожу в шкаф, закрываю за собой дверь Очень-очень тихо И прячусь за одеждой в углу шкафа И я могу вести себя так тихо, что они никогда меня не найдут Но подумайте Если они не могут меня найти, то в чем интерес этой игры? Дети скажут Ну я не могу найти папу Пойду играть на улицу Не весело На самом деле я хочу, чтобы они нашли меня Просто я хочу, чтобы они чуть-чуть постарались И вот что я делаю И вот давайте представим, что Саша ищет папу Папа, где ты? Я тебя не могу найти Папа, ты в этой комнате? И чем ближе она подходит к комнате, где я прячусь То есть специально к Ишлину И она подумает про себя Может быть он в этой комнате? И она спросит Папа, ты здесь? Но я хочу, чтобы она поискала, чтобы она не сразу меня нашла И я так постучу по стене И она Папа, это ты? И затем она подойдет к шкафу Откроет дверь И я так Она подскочит, закричит Обнимет меня Я хотел, чтобы она нашла меня Но я хотел посмотреть, насколько она старается искать меня И Бог говорит народу Израиля Если хотите найти меня, то вот где я Я дам вам подсказки, чтобы вы узнали, где я Что я Бог Бог Израиля И он сегодня спрашивает свою церковь Вы хотите иметь отношение со мной? Бог не навязывает себя никому Вы хотите найти меня? Если взыщете меня всем сердцем, то найдете Бог позаботится, чтобы вы нашли его Друзья, достоинство означает целостность, порядочность Это не означает совершенство Это означает, что будучи последователями Иисуса Христа В своих церквах, когда мы следуем за Ним Бог говорит, я вам покажу себя Что я Бог, что я свят И я хочу, чтобы вы были, как я Итак, мы с вами закончили разбирать третью главу Стихи с 10 по 17 И мы говорили о том, какова должна быть достойная жизнь христианина Когда мы вернемся, после перерыва мы начнем разбирать четвертую, последнюю главу Павел подводит итог, он готов попрощаться с Тимофеем Он напишет последние слова, написанные им в его жизни И после перерыва мы посмотрим, что это за слова А сейчас перерыв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok